Казанский федеральный университет Здесь проходили университетские богослужения Здесь крестили, венчались Венчались, причем профессора, студентов здесь не венчали Это было запрещено Здесь также происходило отпевание ушедших уже в мир иной И различных деятелей университета Церковь, как я уже сказал, закрывается в 1923 году И после закрытия здесь располагается спортивный зал университета В фондах музея истории Казанского университета В частности, хранится фотография Как обычный студент, по сути дела, здесь на кольцах висит посредине этого здания Не стоит также забывать про белый и голубой залы Где ранее располагался зал правления Казанского университета К 1970 году был создан Ленинский мемориал И основная экспозиция располагалась именно здесь А заканчивалась в Ленинской мемориальной аудитории В 1991 году было принято решение о закрытии мемориала А все экспонаты до сих пор хранятся в фондах музея Казанского федерального университета Ближе к нашему времени зал снова реорганизовали На данный момент это помещение является важной частью вуза Конференц-зал, где ректор проводит важные совещания Остается белых и голубых залов Мы, к сожалению, о них практически ничего не знаем Предположительно, там ранее располагался зал совета университета Или же зал правления университета Но точно известно, что в конце 19-го, начале 20-го века В тех залах функционировал музей изящных искусств древности При Казанском университете И в нем была довольно значительная обширная коллекция Которая впоследствии в середине 1920-х годов была разбросана по различным музеям нашей страны А вот сердцем главного здания можно считать императорский зал, ныне актовый Здесь проводят лекции, форумы, конференции и даже концерты А вот в далеком прошлом в этом самом зале прошла студенческая сходка Которую своим присутствием почтил Владимир Ильич Ленин Тогда, в далеком 1827 году, студенты Казанского университета Выступили против удушающего университетского устава Тотального контроля над студентами Полицейских расправ над их товарищами И сословных ограничений для получения высшего образования Кстати, в этот самый день, когда ректор узнал о готовящемся собрании Он предусмотрительно закрыл двери Однако сообразительные студенты нашли выход из этой ситуации Они обошли зал и вошли с другой стороны Двери там были не заперты К столетию этого события было принято решение о полной реставрации Но безукоризненном сохранении не только общего интерьера Но и мебели, обоев, а также общего расположения предметов Помимо важных особенностей кропотливой работы над интерьером Нельзя не отметить тот факт, что в период правления императора Люстры были закреплены с использованием метода рычагов Для удобной смены свечей, приходящих в негодность В период активной реставрации Григорий Наумович Вульфсон Хотел сохранить и этот аспект обстановки императорского времени Однако рабочие сочли такой способ крепления ненадежным и даже опасным Поэтому надежно закрепили их на потолке Восстанавливали зал очень скрупулезно, очень долго и причем очень ответственно Во-первых, не знали, каким должен быть рисунок обоев Потому что на старых фотографиях было очень плохо видно Стали снимать паркет Из-под паркета показались обрывки царских обоев По ним уже, как по пазам, восстановили оригинальный рисунок И заказали в Ленинграде на обойной фабрике Помимо этого, не знали, где найти венские стулья Потому что в университете их просто не осталось Стали активно закупать такие стулья у города Узнали, что есть большая коллекция венских стульев в детско-республиканской клинической больнице Лежала у них просто на чердаке Попросили у больницы стулья И в итоге стульями обменялись Потому что университет отправил в больницу уже совершенно новые стулья Главным реставратором императорского зала выступал Григорий Наумович Вульсон На этот пост его выдвинул ректор Александр Коновалов Потому что именно этот человек зарекомендовал себя не только как высокопрофессиональный историк Но и как человек, который способен создать музейные экспозиции, отвечающие современным требованиям Кроме того, он не просто талантливый архитектор, но и доктор исторических наук и профессор Под его твердой рукой залы приобрел вид наиболее приближенной к облику того времени Григорий Наумович очень ответственно подходил к реставрации актового зала университета И рассказывали, что он, несмотря на то, что он, будучи ветеран Великой Отечественной войны На войне потерял часть ноги, все время ходил с тростью Регулярно залезал к рабочим на леса и говорил им, как правильно здесь выстраивать систему Чтобы здесь была хорошая акустика Но, видимо, не зря залезал, потому что акустику здесь действительно выдержали Оставив позади прошлое, но ни в коем случае не забывая его Залы главного здания Казанского федерального университета По сей день напоминают гостям и студентам о событиях, которые там происходили А внешний вид помогает всем нам с головой окунуться в эпоху того времени Елизавета Газизянова, Маргарита Михайлова, Универньюз